Девочки тоже любят комиксы, а еще фильмы и сериалы, например о Бэтмене. Я продолжаю рассказывать и показывать вам образцы костюмов человека-летучей мыши, на этот раз с большого экрана. С таким героем как Бэтмен неудивительно, что персонаж быстро сошел со страниц комиксов в кино. С первого появления Бэтмена на экране в 1940-х годах и вплоть до пока что последнего на сегодняшний день фильма, вышедшего в 2012-м, персонажи разрабатывали и создавали множество запоминающихся образов. Первые 15 серий сериала о Бэтмене вышли в 1943 году с Льюисом Вилсоном в главной роли. Это была эра самых простых и незамысловатых костюмов героя, именно костюмов. Образ выглядел как театральный реквизит. Серое трико выглядело наподобие свитера и было украшено плоским логотипом летучей мыши, похожим на бренд Боккарди. Маска была выполнена из плотной черной ткани с ушами, больше похожими на рога. Поверх нее повязывался плащ-занавеска. Героя наградили широким серебряным поясом с большой пряжкой, который не нес какой-либо полезной функции. Ниже пояса были трусы, не делавшие чести ни актеру, ни Бэтмену. Экипировка была минимальной. В 1949 году вышел второй сериал о Бэтмене с тем же костюмом. На этот раз под маской был Роберт Лавери. И разницу между образами составляли лишь перчатки. В 1949 году они стали серыми, из более плотной ткани. Ничего плохого или неудачного в этих костюмах не было, просто они полностью отражали время, в которое их шили. Да и сам Бэтмен тогда был куда проще, чем сейчас. Во всем. Так же, как и в комиксах, первое серьезное изменение костюма экранного героя случилось в 60-х годах, а именно в 1966. Большинство из нас отчитывает историю фильмов и сериалов о Бэтмене именно с этого года, когда под маской был Адам Вест. Костюм перестал выглядеть таким хлопчатобумажным, появился стретч. На груди уже располагается культовое желтое лого летучей мыши. Да и весь образ стал более ярким. Маска, перчатки и плащ героя стали атласными и переливались в свете софит. Уши на маске стали короче, да и сама она уже куда лучше сидела на лице актера. На широком желтом поясе появилась серебряная пряжка с летучей мышью, а также несколько карманов, что придавало ему функциональности. Бэтмобиль был совершенно обычным, а в арсенале героя было множество усыпляющих спреев в баллончиках. Можно сколько угодно любить комедийного Бэтмена и уважать поствоенную классику, но реальный Бэтмен, ставший символом и кумиром миллионов людей, начался в 1989 году, когда снимать франшизу был приглашен Тим Бертон. Первый современный Бэтмен это Майкл Китон. Его костюм нечто среднее между броней и резиновым мешком, полностью запаянным на героя. В одной из сцен фильма Уэйн сдирает маску, которая отрывается, неотделимая от основного костюма. Выглядит это странно, будто Брюса в него зашивают, зато он из резины, а не из хлопка и смотрится куда более внушительно. Дизайнер костюма Боб Рингвуд пояснил, что Бэтмен должен был выглядеть большим и массивным, тогда как Майкл Китон бугаем никогда не был, и образ некого существа нечеловеческого происхождения пришлось создавать при помощи фактуры костюма. Из благословения Боба Кейна резина стала черной. Перед тем, как был сделан окончательный выбор дизайна, было разработано 25 разных вариантов плаща и маски, 28 общих планов и проштудировано более 200 комиксов. На разработку ушло в общей сложности 250 тысяч долларов. Между первым фильмом Бэтмен и вторым Бэтмен возвращается, в костюмах имеется изменение, по-разному выглядит Бэтлога, а сам герой стал выглядеть стройнее и более подвижным. В этих фильмах Бэтмен в основном пользуется достаточно ограниченным количеством гаджетов, которые составляют почти всегда только крюки. Бэтаранг и тот привязан к поясу тросом, он выглядит массивным и выпуклым. Претерпевает в 92 году изменений Бэтмобиль, обретая более тщательно прорисованную броню и электронику. Все популярнее и красивее становятся девайсы, при помощи которых Бэтмен на тросе перелетает и опускается с большой высоты. В фильмах Бертона пистолеты массивные и увесистые, со временем это изменится. У Шумахера эти цыплялки будут вылетать прямо из рукавов героев. На смену Майклу Китону на роль Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда» пришел Вэл Килмер. Его костюмом одновременно работали 146 специалистов-костюмеров. В фильме образов было два. Один классический, похожий на то, что был в предыдущих фильмах, так называемая модель Пантера. Полностью черный классический дизайн, двухмерное Бэт-лого на желтом фоне, а также больше детализации в районе торса. Впервые в костюме появляются соски. Не надо спрашивать меня почему, это я даже представить себе боюсь. Второй костюм, который в фильме Альфред называет обновленной модифицированной версией, полностью отличается от предыдущего. Выполненный в черно-серебристом цвете, он делает Бэтмена зрительно шире и мощнее. Логотип впервые становится большим, одноцветным и футуристичным. А потом был Бэтмен и Робин, где роль героя исполнил Джордж Клуни. Костюмы этого фильма были сильно раскритикованы, в основном из-за очередных сосков, а также любви режиссера к крупным планам задниц главных героев. Все костюмы разные, ни один из них нельзя назвать каноническим, от классики создатели ушли очень далеко. В цветах появляется синий и белый, Бэтлога меняет форму, приобретая мягкие округлые черты, чем резко отличается от классического варианта. Считается некоторым перебором и гаджеты, которые используются в фильме, включая Бэткредитку. Пояса с гигантскими пряжками неудобны и непрактичны, в связи с чем неясно, откуда персонажи достают размораживающие устройства и прочие приспособления. Неплохо смотрятся лишь Бэтмобиль и мотоцикл Робина, выполненные в достойном комиксовском стиле. После выхода Бэтмен и Робин про героя, казалось, забыли. У Бэтмена в исполнении актера Брюса Томаса было короткое камео в сериале «Хищные птицы», но там его костюм полностью соответствовал образу из Бэтмена 1989 года. 8 лет прошло, прежде чем Человек-летучая мышь вернулся на большой экран, на этот раз роль исполнял Кристиан Бейл. Сага о темном рыцаре ознаменовала новую эру в кинофильмах о Бэтмене, в которых его образ решительно отличался от тех, к которым привыкли фанаты фильмов Бертона и Шумахера. В фильме «Бэтмен. Начало» создатели хотели показать мобильный образ, в котором герой мог бы даже ползать, хотя такого ощущения его вид не создает. База костюма создана из плотного неопрена и секций латекса, подогнанных под фигуру тела. Костюм имеет полностью черный цвет, лого на общем фоне не выделяется. По требованию режиссера, плащ был создан текстурным и развивающимся, приличной длины. Его разработали из парашютного нейлона по технологии британской полиции, а те, в свою очередь, создали ткань для того, чтобы минимизировать заметность сканерам ночного видения. Маска плотная, но тонкая, чтобы дать подвижность, и при этом достаточно жесткая, для того, чтобы не идти складками и морщинами, когда Бэтмен поворачивает голову. Общая концепция как бы заявляет о том, что под маской Бэтмена человек, а костюм совершенно реален, такого эффекта может добиться любой, у кого есть научный подход и верные материалы. Дизайн был дополнительно улучшен в «Темном рыцаре» втором фильме саги, в том числе и потому, что Кристиан Бейл ощущал клаустрофобию в конструкции, созданной для него в первом фильме. Костюм стал сидеть лучше и плотнее, состоял из 200 отдельных деталей, в том числе резины и нейлона. Маска делалась по прототипу мотоциклетного шлема и никак не была связана с костюмом, давая голове полную подвижность во все стороны. В глазницы были встроены сонарные линзы по системе зрения летучей мыши. В руку встроен усилитель, позволяющий Бэтмену гнуть дуло у ружей. У второго костюма по Нолану сложилась совершенно полярная репутация, его либо очень любят, либо решительно не принимают, как неэстетичный и безинтересный. Между тем, именно в нем появились ранее неиспользованные элементы. Плавники на руках стали двойными и выстреливают, как иглы. Впервые сильно в стилистическом плане изменилась и бет-эблема, став почти незаметной, с острыми углами, более растянутой формы. Новая сага интересна в первую очередь тем, что все гаджеты и элементы костюма Бэтмена совершенно реальные и имеют настоящие прототипы. В основном это были военные разработки, то есть инновационные технологии на службе борьбы с преступностью. Бэт-мотоцикл, или Бэт-пот, на котором гоняли и Бэтмен, и Женщина-кошка, замаскированный и встроенный в Бэтмобиль, а также совершенно реальный, хоть и выглядящий футуристично, Бэт-джет, который Люцус Фокс называет просто Бэт. Цвета костюмов в трех фильмах несколько отличаются от матового черного до насыщенного черного и, наконец, черно-синего. Не меняется функциональный пояс Бэтмена, состоящий из секций и карманов. На этом можно было бы и закончить историю кинокостюмов Человека-летучей мыши, однако совсем недавно мир увидел первое фото нового Бэтмена в исполнении Бена Аффлека. Костюм словно сошел со страниц возвращения темного рыцара Фрэнка Миллера, где у героя широкая грудь, большой Бэт-символ и маленькие ушки. Есть ощущение, что маска и плащ неразрывны. Бэтмобиль имеет вполне реалистичную, нефутуристическую форму, как в Нолановской саге. А на сегодня все. В следующем ролике я вернусь к теме костюмов и гаджетов Бэтмена, на этот раз из мультфильмов и компьютерных игр. Пока, YouTube. С вами была Кисемяка. Любите девочек, которые любят комиксы. Субтитры создавал DimaTorzok